Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. 6 марта весь мир отмечает день борьбы с глаукомой. И, как водится, мы пригласили в нашу студию специалиста. Сегодня это Виктор Дмитриевич Кунин. Добрый вечер. Не зря весь мир отмечает именно 6 марта, Всемирный день больного глаукомой. Не потому, что это очень тяжелое заболевание или легкое заболевание, а потому, что на планете больных глаукомой 70 миллионов человек. И из них 500 тысяч, полмиллиона, слепые на один или на оба глаза. В России больных глаукомой миллион 200 тысяч. Это только те больные, которые состоят на диспансерном учете. А еще столько же больных ходят и не знают, что у них глаукома. А почему? Да потому, что глаукома – это хроническое заболевание и начинается абсолютно бессимптомно. В глазу постоянно образуется внутриглазная жидкость. Допустим, в одну минуту образуется кубик внутриглазной жидкости. И столько же в одну минуту должно уйти из глаза. Тогда будет сохранен метаболизм. А в возрасте 50-60 лет почему-то образуется кубик жидкости, а оттекает 0,9. Потом образуется кубик, а оттекает уже через полгода 0,8 миллиметров. Через два года кубик образуется, а отходит из глаза, утилизируется из глаза 0,7 миллиметров кубических этой жидкости, которая должна уйти из глаза, она постепенно накапливается, накапливается. И внутриглазное давление, которое в норме равно 20 миллиметров тут на столбах, постепенно из месяца в месяц, из год в год повышает до 25, 30, 35 миллиметров. Даже до 40, а больной ничего не чувствует, потому что давление поднимается постепенно. И поэтому человек видит этим глазом, как видел, что просто так он и видит. А тот глаз, на котором повышается медленно треглазное давление, он его не чувствует. И вдруг он, закрыв этот глаз, внезапно узнает, что другой-то глаз у него совсем не видит. Или видит очень мало, там одну-две строчки. Он в панике бежит к глазному врачу в поликлинику, а тот у него диагносирует глоукому. Давление 40-45. Почему? Да потому что из-за этого высокого внутриглазного давления постепенно теряются, постепенно гибнут волок на зрительного нерва. И зрение теряется. Да так интересно обо всем этом рассказывать. Вот скажите, мы можем сами что-то спровоцировать или помочь себе мерами профилактики, правильными? Предупредить как? Да нужно просто к себе относиться серьезнее. Внимательно вспомнить про себя, что мы существуем, и что у нас есть глаза, уши, сердце, давление, почки и так далее, и так далее. Просто нужно хотя бы один раз в три года прийти лицам после 40-50 лет к офтальмологу и проверить свое зрение, центральное зрение, буковки посмотреть, обзорное зрение периферическое, внутри глазное давление померить, и врач-офтальмолог посмотрит внутрь, посмотрит состояние сосудов сетчатки и зрительного нерва. Вот как нужно предупредить заболевание. Особенно должны быть насторожены те люди, у которых у родственников уже есть болезнь глоукома, потому что глоукома передается по наследству в 55% случаев. А малыш может родиться уже с таким заболеванием? Да, к сожалению, да. Это бывает редко. Один случай врожденного глоукома на 10 тысяч новорожденных, но не дай бог иметь эту патологию. И дети рождаются с врожденной глоукомой. Если внимательно родители, они, конечно, сидят и своим ребенком. Для врожденной глоукомы характерно то, что детишки рождаются с крупными глазами. У них крупные глаза, красивые, и на первых порах родители радуются. Ой, какой ребенок красивый, с большими глазками, внимательный очень. А потом эти большие глазки вдруг начинают слезиться, вдруг начинают бояться света, отворачиваться от света. И невнимательные родители, ну, там что-то-то посмотрят, а ничего, может, это пройдет. А потом через 2, 3, 4, 6 месяцев эти глазки уже начинают не блистать, не большими, а уже мутно, становятся мутно роговицей. Они тускнеют из-за повышенного внутриглазного давления. Нужно незамедлительно. Но сейчас это поставлено на большую, на широкую ногу. Родился ребенок, к нему приходит медсестра прям сразу, в первую неделю. На вторую неделю приходит детский врач, педиатр, поэтому это все очень быстро замечается и диагностируют врожденных луком на ранних этапах. Я просто хочу предупредить тех жителей нашей области, у которых имеется гипертоническая болезнь, сахарный диабет или, наоборот, гипотоническая болезнь. Если гипертоническая – это повышенные цифры системного артериального давления, то гипотония – это, наоборот, низкое давление. Вообще в норме человека 120, 80 мм тут на столбах. Ну, так считается. Статистически нормальное системное артериальное давление – 120 на 80. Уже 130, 140, 150 – это повышенные цифры. Если в молодости у тебя было 120 на 80, это давление должно быть и в 50, и в 60, и в 70 лет. Такой же, да. Но третья часть населения, где-то 25-30% населения – гипотоники. У них давление не 120, а 110 на 70, 105 на 70, даже 100. Вот эти люди, они называют гипотоники, то есть склонники гипотонической болезни. И у них внутриглазное давление будет уже в норме не 20, как я вам сказал, а, наверное, 17, 16. Поэтому это все вот надо учитывать, потому что у таких людей может развиться галукома на фоне даже нормального внутриглазного давления, как мы привыкли считать 20 мм. Для зрительного нерва у больных с гипотонической болезнью давление 20 уже считается повышенным, и зрительный нерв может пострадать, и развиться галукома у гипотоников. Сахарный диабет очень тоже склонен, эти больные склонены к осложнению галукомы. У больных с сахарным диабетом очень часто развивается вторичный галуком, может и первичный быть. Могу сказать по себе, люди моего возраста очень много времени проводят за компьютером, такая работа. Мы можем спровоцировать вот такими действиями заболевания? Образ жизни играет большую роль. Нервный человек, нервная работа, стрессы, ночные смены, вот вы говорите, работа на компьютере, курева. Невысыпание. Да, недосыпание, это тоже, ну, сон это основное в нашем организме, сон это основное, вы понимаете. Сон это первое лечение, которое необходимо человеку проводить при любом заболевании. Конечно, это все могут спровоцировать, ведь галукомы их очень много. Галукома, галукома более 20 разновидностей. И вот одна из разновидностей, я вам сейчас все говорил вначале, это открытоугольный галукома, который протекает незаметно. Но ведь есть и закрытоугольный галукома, закрытый, это больные вот лица, не больные, а лица, имеющие гиперметропию, то есть плюсовые стекла. То есть у них маленькие глазки, можно так выразиться, имеют гиперметропическую рефракцию и носят плюсовые стекла. Вот у этих людей может возникнуть острый приступ галукомы. Да, это расстройство на работе, это какие-то эмоциональные факторы, это какая-то случилась очень отрицательная ситуация, пожар, умер какой-то близкий человек, там утонул что-то, расширяются зрачки, расширяются зрачки. И эта радужка, которая оттягивается к корню, она может заблокировать пути оттока и резко повысить внутриглазное давление. И давление из 20 может сразу подняться до 40, и развивается острый приступ галукомы. А вернуть себе здоровье в какой-то момент мы можем? Или если запустили, то уже все, ничего не сделаешь? Вот чем и страшна галукома. Если зрение потерялось от галукомы, оно потерялось навсегда. Если к нам пришел больной уже с далеко зашедшей стадии, а галукома начальной стадии, потом развитая, далеко зашедшей, и терминальной стадии, это уже последние 200. Если больной к нам пришел в терминальную, в слепую стадию, муж ему помочь ничем не может. Мы, конечно, можем снизить внутриглазное давление. Он к нам пришел с давлением 45, мы, конечно, назначаем медикаментозное лечение или хирургическое. Можем снизить давление до 25-20, но зрение уже, к сожалению, не вернется. Поэтому я и призываю всех, берегите свое зрение, берегите свое здоровье, чаще обращайтесь, ну, в данном случае, к врачу-офтальмологу поликлиники. А вот вы скажите конкретно, куда обращаться, сколько, какое количество центров, специалистов, есть ли специальное оборудование у нас? Куда обращаться? Ну, во-первых, у нас есть сеть территориальных поликлиник, то есть это те поликлиники, которые обслуживают население города по месту их прикрепления к этой поликлинике. Есть центральные районные поликлиники, которые обслуживают население своего района. И в первую очередь человек должен обратиться к врачу-офтальмологу по месту жительства. Только там надо наблюдаться. Участкового врача, и в частности к офтальмологу, это к врачу, с глазными заболеваниями, это к врачу-офтальмологу. А уж врач-офтальмолог, наблюдая за вами, решит, какие действия потом. Если ему что-то не нравится, ага, внутриглазное давление, допустим, в норме 20, а у человека 24, 25, это плохо. Он за ним наблюдает неделю, два, полгода, год иногда. И если ему что-то непонятно, он этого больного направляет в областные лечебные учреждения. В данном случае глаукомный центр базируется на больнице, в больнице имени Семашко. В центре работают четыре врача-глаукоматолога, которые занимаются только проблемами глаукомы. И мы консультируем всех этих больных, которые к нам присылают офтальмологи из поликлиник города и из поликлиник центральных районных больниц. Мы этих больных смотрим, диагносируем у них глаукомы или не диагносируем, назначаем им лечение. Они к нам приезжают повторно. И если на фоне нашего назначенного медикаментозного лечения внутриглазное давление не снижается, то мы таких больных вынуждены направлять на проведение антиглаукомной операции. Это уже последний этап в лечении глаукомы. Давайте не будем забывать, что мы встретились накануне вашего профессионального праздника. У вас есть возможность поздравить всех коллег, которые вас увидят. Да. Я просто хочу сказать, товарищ, что глаукома – это не только заболевание глаза. Глаукома – это заболевание всего организма. Сюда входит и нарушение сосудистого этапа питания глаза. Сюда входит и метаболический этап питания глаза. То есть глаукома – это нарушение функций всего организма. Лечение надо проводить совместно с врачом-терапевтом, эндокринологом, если имеет сахарный лебедник, неврологом, ну и, конечно, врачом-офтальмологом. Но если больной очень серьезно к себе относится, если он выполняет без укоризни все назначения врача-офтальмолога, проводит инъекции лекарственных препаратов, регулярно закапывает капли, принимает какие-то таблетки, то зрение от глаукомы можно сохранить на долгие годы. Поверьте мне, у нас есть больные, у которых 25-30 лет глаукома, ну, была там начальная стадия, сейчас развиты, у некоторых больных уже и там далеко зашедшие, но это же ведь три десятка лет, 30 лет, и они имеют свое зрение. По крайней мере, они не ослепли. Всех офтальмологов я, кроме больных, поздравляю тоже с нашим профессиональным праздником. Желаю здоровья, особенно женщинам наш, накануне Международного дня 8 марта. И дай Бог, чтобы у всех было здоровья. Мы тоже вас поздравляем с наступающим праздником. Спасибо за эти 10 минут. Это была программа подробностей. Будьте здоровы и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова